А в красную добро пожаловать боец из Москвы! Дамы и господа, встречайте! Мигран Арутюнян! Да, вы слышите, у Миграна Арутюняна сегодня очень существенная, очень мощная поддержка. Ну и в целом, до того момента, как стать бойцом смешанного стиля, Мигран Арутюнян уже стяжал себе славу великолепного спортсмена. Он борец греко-римского стиля, который на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро выиграл серебряную медаль. Проиграл тогда в финале сербу Тавору Штефанеку. Также он серебряный призер европейских игр в Баку в угрех-римской борьбе. Ну а затем уже решил стать бойцом смешанного стиля. Его профессиональный дебют состоялся в 2018 году. Ну, все шло неплохо до определенного момента, пока в 19-м Мигран Арутюнян не встретился с Жасуланом Акимжановым, которому он вступил нокаутом в третьем раунде, получив удар с разворота. Я помню прекрасно этот бой. И могу смело сказать, что в том поединке Миграну Арутюняну просто не хватило опыта. Он все хорошо делал, все правильно, показывал достаточно ровный поединок, очень конкурентный. Там Жасулан Акимжанов был хорош. Но все-таки вот этот недостаток опыта сказался, так или иначе. Ну, Мигран Арутюнян, как вы слышали, представляет Москву. Соответственно, он тренируется где? Правильно, в альвином сердце, в клубе, где сконцентрировано большое количество армян. Ну, там не только армяне тренируются, да, но в основном они. И что еще хотелось бы сказать отдельно об этом человеке, я имею в виду Мигран Арутюняна, это то, что в момент вот тех самых трагических событий в Армении он ездил в Армению. И вот мы видим Эдуарда Вартаняна, да, кстати, они вместе с Эдуартом ездили тогда и помогали тем людям, которым тогда реально нужна была помощь. Я думаю, не нужно объяснять, почему. Да, действительно, давненько мы не видели и Эдуарда в деле. Уже пауза довольно длинная. Конечно, хотелось бы, чтобы он тоже показал свое мастерство. Вот мы видим одного из лучших хатманов России, Виталия Архипова, который сейчас работает с Миграном Арутюняном. Но в любом случае надеемся, что сечек не будет в этом поединке. И всегда желаем, чтобы работы у этих специалистов было все-таки поменьше. Да, учитывая вот эту базу высочайшего уровня борьба греко-римского стиля, конечно, уж простите мне это слово, но физуха у Миграна Арутюняна соответствующая. Представляю вам соперников и первого бойца в синем углу. Ему 25 лет, рост в 178 сантиметров, вес 66,2 килограмма. Профессиональный рекорд, три победы, все победы одержаны досрочно, три поражения. Представляющий бойцовский клуб «Багат» из Махачкалы. И приветствуйте Ахмед Хан Ахмедов. Его соперник в красном углу клетки. Бойцу 32 года, рост в 165 сантиметров, вес 67 килограммов ровно. Профессиональный рекорд, три победы, все победы досрочно. И только одно поражение. Представляющий клуб «Левиное сердце» из Москвы, достойный сын армянского народа. Фотом, Мигран Арутюнян. Префери поединка Максим Протасов. Мигран, подойдите ко мне. Судья, минус балл. Судья, минус балл. Минус балл. Спасибо. Итак, Мигран Арутюнян получает минус балл. Боец в красном углу получает предупреждение из-за превращения линия своего тюрьма. Ну, вы знаете, скорее всего, настрой Миграна Арутюняна выиграть эту встречу досрочно все-таки. Довольно низкая стойка у Миграна. Активно работает правой рукой, в свою очередь, Ахмедов. Правосторонняя стойка у Ахмедхана. Поджимает Мигран. И тут очень мощная атака с правой руки. Все-таки добивается своего первой тайгдаун оформлен. Да, очень мощная работа. Практически с первых секунд захватил центр клетки Миграна Арутюнян. Здесь защищается бедром Ахмедхан Ахмедов, позволяя сопернику сесть в фулл-маунт. Ну, по-моему, Миграну это не очень нужно сейчас. Да, сверху грузит корпусом. Очень здорово. И начинает выбрасывать удары. Мигран Арутюнян. Причем, кажется, что совершенно не важно, без какого положения работать Миграну. Его устраивает гард и диагональ. Поднимается на ноги Мигран. Апхик нет. А вот атака сзади собственного роста от Арутюняна – да. Продолжает активно работать в этом положении Мигран. И, кстати, отключена правая рука сейчас у Ахмедова. Да, очень хорошо оказывает давление Арутюнян. Но пока еще не занял он нужного положения. Не выходит никак на прием. По-прежнему позиция хавгард. И здесь хорошо так обезглюзил оппонент. Да, все, фулл-маунт есть. Но теперь надо Миграну отлепиться и попытаться наносить жесткие удары. Времени еще предостаточно. Да, если Мигран находится в позиции фулл-маунт и есть три минуты, то это просто сущий кошмар для соперника, для человека, который находится спиной к настилу. Здесь пытается развернуться Ахмед Ахмедов. Пытается здесь за этим боковой контролем. Ручной треугольник удушающий пошел. Пока еще не сдается. Но давление колоссальное. И показывает большой палец Ахмед Ахмедов. Прием здесь не получается у Арутюняна. Опять пытается отлепиться от соперника Мигран Арутюнян. Хороший локоть, мощно. На коротке с целью посечь лицо. Да, и вот здесь опять же жесткие удары с правой руки. Один за одним просто вколачивает с обеих рук Мигран Арутюнян. Удар по затылку. Было, было. В хорошем темпе работает Мигран Арутюнян. Более амплитудными становятся его атаки. Да, да, да. Разворачивается Ахмед Хар. Тяжело ему приходится. Нужна активная защита. И здесь может быть остановка в любую секунду. И вот она. Все кончено в этом поединке. Мигран Арутюнян побеждает досрочно техническим нокаутом. Да, не стал. Вот Аркищан, кстати, здесь также в зале присутствует. Не только звезды из мира спорта, но и из мира кино и комедии. Молодец. Давайте еще раз посмотрим, как это было. Просто в пулеметном режиме Мигран Арутюнян отработал. И оборона Ахмедхана Ахмедова стала пассивной. Аксиму Протасову ничего не осталось, как просто зафиксировать победу Арутюнян. Вот здесь Эдуард Мартанян. Опять же, да, действительно, хотелось бы его тоже поскорее в деле увидеть. Потому что Эдуард на сегодняшний момент, на мой взгляд, не знаю, поддержка Лето – это один из сильнейших легковесов, в принципе, в нашей стране. Я думаю, что даже если брать американские промоушены, то там тоже он явно бы не затерялся. Но сейчас вообще есть несколько топовых российских бойцов в этой высокой категории. Это Александр Шабли, это, конечно же, Усман Нурмагомедов. И Эдуард Мартанян тоже к этому списку относится. Но Усман и Александр свои контрактные вопросы решили. А Эдуард пока нет. Пока нет, к сожалению. Да, и уже довольно долго без боев, поэтому... Максим Протасов остановил бой через 3 минуты и 17 секунд первого раунда техническим нокаутом. Добивание победу одержал Миккан Арутюнян. Москва, любвиное сердце. Москва, любвиное сердце. Москва, любвиное сердце. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова